Всем привет! Сегодня у нас такое необычное странное видео, связанное с вот этим ноутбуком ДНС. Он огромный, здоровый и этот ДНС. В общем, купил я его за 3000 рублей с сайта Авито. В объявлении человек написал, что ноутбук грузится, но догружается до загрузки Windows, а дальше он зависает наглухо и всё. Типа в ремонт не носил, бла-бла-бла и так далее. Когда я встретился с человеком, я сразу понял, что человек шарит в компьютерах немножко, да? То есть сам он сразу этого не говорил, но он занимается ремонтом, потому как я в его объявлениях нашёл, собственно, там, ремонт ПК, ноутбуков и так далее. В общем, что представляет из себя этот ноутбук? Здесь почему-то две разные планки оператива в сумме, они 4 ГГА дают. Это 1600 МГц, это 1333 МГц. Дальше здесь камушек Core i3-3120M стоял, то есть, сейчас я вам его покажу. Вот он, 3120M стоял, сейчас мой стоит проверенный камушек 3110M, но в сути это не меняет, ноутбук всё равно ведёт себя точно так же. Здесь стоял его родной жёсткий диск на 250 ГО, вернее, это не его родной. Здесь по-любому стоял либо 500, либо 750, но почему-то вот этот диск в нём стоял. На нём стоит Windows, но он с него не грузится. Я попытаюсь, пытался загрузиться со своего рабочего SSD-шника, да, то есть, ситуация та же самая. Сейчас я вам покажу. Я уже выяснил, в чём проблема, собственно, да, то есть, у меня было, были несколько подозрений, несколько вариантов, но, в конце концов, я определился, что именно не так с этим ноутбуком. Человек, который мне его продал, он немножко шарит в компах, но не настолько, чтобы понять, что с ним не так. Во-первых, здесь проблема с оперативной памятью. Если я ставлю оперативу с частотой менее 1333 МГц, он вообще никак не грузится, вообще никак не реагирует. Канает только оперативы 1333 и 1600 МГц. Вот, к примеру, планка на 1600 МГц, двухигловая, я не знаю, с обычного какого-то ультрабука снята, скорее всего. Вот, дальше ничего ставить не буду, запаковывать не буду, в общем. Сейчас я запущу, покажу, как он, собственно, реагирует. Запускаю. И вот, что я вижу. Надпись DNS. Обычная загрузка. И все, он повис. Все, теперь он так будет висеть, пока я его не выключу, собственно. То есть, нажатие единожды на эту клавишу также не спасает, он не выключается. Единственный вариант его вырубить, задержать клавишу и удерживать, удерживать. И только тогда он вырубается. Что касается загрузки, к примеру, на другой операционной системе. Сейчас я вам покажу. Этот SSD-шник у меня прогружается практически на всех ноутбуках. Да, то есть, я там установил и грамотно настроил систему таким образом, чтобы можно было прогружаться с него на любом компьютере, на любой системе. То есть, там именно тестовая винда стоит моя. Вот. Сейчас я ставлю SSD-шник в свой второй. То есть, через вот этот разъем. Там стоит у меня Windows уже получше. Windows 10 у меня там установлено. Если я не ошибаюсь, либо 8, либо 10. Я ее запускаю редко, поэтому точно не помню. Запускаем. Надпись DNS. А если оперативу, кстати, я поставлю сюда меньше, чем 1333, то в итоге даже этого не появляется. То есть, он вообще никаких признаков жизни не подает. Единственное, там кнопочка эта светится и все. Подготовка автоматического восстановления. Ну, тоже ничего не произойдет. Сейчас в определенный момент просто зависнет и все. Выдаст то, что была проблема и он якобы должен сейчас перезагрузиться автоматически. И ничего не произойдет. Я даже видео восстанавливать не буду, чтобы вы убедились. Все. Вот на этом месте приплыли и через 5-6 секунд выскочит сообщение об ошибке. Вот. Machine Check Expansion. Все. Вырубаю я его нафиг. Потому что это бесполезно. В чем, собственно, проблема, как я понял? Проблема первая. Либо это процессор, да? Процессор я другой подкинул, свой. Нифига не работает. Это, кстати, процессор я еще подкидывал немножко другой, то есть второго поколения, да? То есть Sandy Bridge. Это Ivy Bridge здесь стоит. Я подкидывал сэндики. Сэндики тоже не запускаются вообще никак, ни с какой оперативой, ни с низкочастотной, ни с высокочастотной, вообще ни с какой. Заметил одну особенность. Когда я шарю в Geos, ничего не происходит, да? То есть все в порядке, но когда происходит загрузка, северный мост, вот он здесь находится, это HM либо 76, либо... Ну да, HM 76, либо HM 77, одно из двух. Я не смотрел еще маркировку его. Ну, Ivy Bridge обязательно HM 76, либо HM 77 идет. В общем, он очень сильно греется. Он греется до такой степени, что палец на нем держать невозможно. Я подкидывал туда вот такой радиатор маленький, да? То есть просто ставил радиатор, удерживал его пальцем. И радиатор так разогревался, что удерживать его было невозможно. То есть он реально очень сильно греется. У меня подозрение именно на него. Также есть вариант, что здесь проблема с биосом. Да, то есть нужно биос припрошить, но... Действующие нормальные прошивки для биоса я не нашел на просторах интернета. Есть биосы с подобных модификаций, но я рискую напороться на то, что после прошивки биоса будет пустой ME-регион. И в итоге ноутбук у меня не будет адекватно работать, даже так, как он сейчас работает. То есть он не будет вообще распознавать оборудование, не будет распознавать видеокарту. Кстати, видеокарта здесь 740 стоит. Ну, то есть неплохая конфигурация тут, в принципе. Вот, чтобы я вам не врал, как бы вот его конфигурация, его моделька. При желании можете загулить. Вот, C17A, HD+, 740, 2 ГБ. Вот такой он, в принципе, неплохой, да? Вот его моделька полная. Сейчас, вот. Короче говоря, сейчас мне нужно сделать что? Ну, я буду снимать этот чип, реболить его. В общем, разбираю я этот ноутбук. Несколько болтиков здесь уже не хватало. Из того, что мне вот стоит заметить. Здесь стоит GDDR5 память. Не GDDR3, а именно 5. То есть хорошая, нормальная видеопамять. И эта видеокарта еще поживет, да покажет мне интересная FPS в игрушках. Даже, может, в майне не испытаю ее. Ну, так, чисто по приколу. Вот, снова покажу вам материнку. Маркировка вот этого чипсета SL-8 SLJ-8E. Если это вбить в угол, вот такой у нас чип выдает. Как я, собственно, и говорил. HM76. Стоит он 2 рубля. Я его покупать, естественно, не буду. Вот, для того, чтобы убедиться, что проблема именно в нем, есть такая особенность. Эти чипы часто отваливаются. То есть сама подложка часто пропадает контакт самой подложки. Именно с самим текстолитом. То есть помогает рыбол, да? Для диагностики поможет самый простой рыбол. Сейчас я его сниму, закреплю на паяльной станции и покажу вам, как это все делается. Установил я плату на свою паяльную станцию, провизированную. Вот так у нас температура показывается в данный момент. Сейчас на минимум стоит подогрев. Вот у нас термопара. В общем, как-то так. Сейчас буду это все дело разогревать и снимать данный чип. Решил запечатлеть небольшой промежуточный этап. Температура превысила 100 градусов. Я нанес флюс. Флюс использую вот такой, оригинальный. То есть не китайская подделка, а именно оригинальный. Если хотите, ссылку оставлю в описании. Подробнее рассказывать про свою паяльную станцию, импровизированную я не стану. Дабы негативные комментаторы не надрывали свои пуканы. Поэтому я вам показываю лишь сам процесс пайки и покажу, чем он, собственно, закончится. Температура только что превышала 230. И чип я снял. Сейчас постараюсь сфокусировать на самом чипе. Вот. Ну, короче, вы видите, да? То есть ни одного шарика не пострадало на этом чипе. При демонтаже. Нагрев я выключаю. Здесь нагрев осуществлялся за счет моей любимой паяльной станции. Ну так, займусь я подготовкой нашего чипа для рыбола. Соответственно, необходимо снять все вот эти вот шарики. Старые. Плавятся они, кстати, при температуре примерно 230 градусов. Точно сказать не могу. Состав мне точно неизвестен. ток. Немного nécessaire. Зап ache. Точно. Субтитры сделал DimaTorzok Вот таким образом у нас теперь выглядит чип Сейчас я протру это все делаю спиртом Наш чип отмыт Теперь делаем каплю флюса И самый простой вариант, как его нанести равномерно Собственно, вот таким вот приспособлением Которое есть у каждого человека Просто берем и наносим этот флюс слегка-слегка равномерно Все, мне нужно самое минимальное количество флюса, чтобы на нем было Как можно равномерно нанесено Излишки флюса, естественно, нам не нужны Теперь берем трафарет Вот такой у меня трафарет И, соответственно, прикладываем его Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok